Библейский портал экзегет.ру представляет Библейский портал экзегет.ру представляет цикл бесед о Евангелии от Матфея. Сегодня мы с вами читаем 17 главу. В самом конце 16 предыдущей главы Господь говорит, «Истинно говорю вам, есть некоторые стоящих здесь, которые не вкусят смерти, как уже увидят Сына Человеческого, грядущего в Царстве Своем». И 17 глава начинается с преображения, в котором как раз апостолы и видят Сына Человеческого, грядущего в Своем Царстве. Прочитаем рассказ об этом. «По прошествии дней шести взял Иисус Петра, Иакова и Анна, брата его, и возвел их на гору высокую одних, и преобразился пред ними. И просияло лицо его, как солнце, и одежды его сделали с белыми, как свет. И вот явились им Моисей и Илья, с ним беседующие. Присем Петр сказал Иисусу, «Господи, хорошо нам здесь быть, если хочешь, сделаем здесь три куща, тебе одну и Моисею одну, и одну Ильи». Когда он еще говорил, все облака светлое осенило их, и все глаз из облака глаголющий. «Сей есть Сын Мой возлюбленный, в Котором мое благоволение. Его слушайте». И услышав ученики, пали на лица свои и очень испугались. Но Иисус, приступив, коснулся их и сказал, «Встаньте и не бойтесь». Возведя же очи свои, они никого не увидели, кроме одного Иисуса. Господь берет Петра, Якова и Анна, и на горе он преобразился. Лицо его просияло, как солнце, одежды его сделались белыми, как свет. То есть, в Иисусе Христе открывается та небесная слава, которая набладает все время, но которая сокрыта от людей, которая сокрыта от его учеников. «Явились им Моисей и Илья, с ним беседующие». Моисей — это тот пророк, через которого был дан закон. Моисей символизирует закон. Илья — пророков. Таким образом, эти два лица символизируют полноту ветхозаветного откровения. И они беседуют с Иисусом. Тут стоит заметить еще пару вещей относительно Моисея и Ильи. Мы видим, что они где-то все это время находились, что они являются откуда-то, что Моисей и Илья, они где-то живы все это время, что существует, следовательно, та область небеса, рай, где находятся правенькие, уже покинувшие наш мир. Моисей умер. Илья был живым взят на небо. Но их нет уже с нами. Но они где-то есть. И они явились, беседуя с Иисусом. Это событие опровергает два популярных заблуждения. есть люди, которые читали из каких-то восточных, ну, вернее, скажем так, квази-восточных книг и решили, что существует реинкарнация, существует переселение душ, что человек умер, и он переселяется в тело другого человека, там, или в животное. И мы видим, что здесь ничего подобного не происходит. Когда Моисей умер, он никуда там не переселился. Он продолжает оставаться Моисеем, и он продолжает оставаться где-то там на небесах. При этом Моисей существует как отдельная личность. Он не растворился в божестве. Он именно существует как Моисей. Потому что важно, почему для нас так неприемлемо учение о реинкарнации, не только потому, что оно противоречит библейскому учению о воскресении мертвых, но и потому, что оно противоречит библейскому учению о личной любви Божией. Бог любит Моисея лично. Бог хочет, чтобы Моисей как личность существовал. Если бы существовало переселение мертвых, то тогда личности как таковой не существует. Есть нечто, что сначала было хомяком, а потом котом, а потом собакой, а потом коровой, а потом человеком, а потом другим человеком. Личность при этом теряется. для Библии очень важно, что Бог любит каждого человека лично, и поэтому этот человек будет жить вечно. Вот Моисей и Илья, они оба где-то пребывают на небесах. И второе заблуждение, которое менее распространено, это представление о так называемом сне души, то есть человек в момент, когда он умер, он умер, и его нету, но потом Бог его воскресит. А вот в промежутке между смертью и воскресением человека просто не существует. И люди, которые придерживаются такого представления, они оспаривают православную практику почитания святых. Они говорят, ну все святые, они уже мертвые, и они будут мертвыми до дня воскресения. И Священное Писание говорит, нет, Моисей и Илья, они не мертвы, еще нет общего воскресения, мертвые еще не воскресли, но Моисей Илья, они уже где-то есть. И они живыми явились с Иисусом, и они с ним беседуют. Присем Петр сказал Иисусу, Господи, хорошо нам здесь быть, если хочешь, сделаем здесь три кущи. Ну, три кущи, три шалаша, которые люди ставят, до сих пор, кстати, ставят в Израиле, празднуя исход из Египта, когда они покинули свои египетские жилища и были должны жить в шалашах. Когда он еще говорился, облако светлое осенило их. Облако это библейский символ богоявления. Мы много раз можем найти в Верхнем Завете примеры того, как облако знаменует присутствие Бога. И все глаголище «Сей есть Сын мой возлюбленный, в котором мое благоволение его слушайте». То есть Бог Отец свидетельствует об Иисусе, как о своем возлюбленном Сыне. И, услышав ученики, пали на лица свои и очень испугались. Но Иисус приступив, коснулся их и сказал «Встаньте и не бойтесь». Возведя очи свои, никого не увидели, кроме одного Иисуса». То есть Бог засвидетельствовал, что Иисус есть Его возлюбленный Сын. Моисей и Илья об этом засвидетельствовали. И это было важно для учеников, потому что Иисусу предстоит распятие. Как поется в церкви на праздник преображения, когда они увидят тебя распинаемым, они страдания уразумеют вольное. То есть распятие это не какая-то внезапная катастрофа, это сознательное решение Господа. Потому что на самом деле Он обладающий славой и могуществом Сын Божий. И то, что с Ним происходит, происходит по Его воле. И когда сходили они с горы, Иисус запретил им, говоря, «Никому не сказывайте о своем видении, доколе Сын человеческий не воскреснет из мертвых». И спросили Его ученики Его, как же книжники говорят, что Ильи надлежит прийти прежде. Иисус сказал им в ответ, «Правда, Илья должен прийти прежде и устроить все. Но говорил им, что Илья уже пришел и не узнали его, а поступили с ним, как хотели. Так и Сын Человеческий пострадает от них». Тогда ученики поняли, что он Гавриом об Иоанне Крестителе. То есть Иоанн Креститель несет на себе служение Ильи. Илья должен прийти перед приходом Мессии. Это предсказано. И Илья пришел в лице Иоанна. И Иоанн был убит. И также и Сын Человеческий, то есть Иисус пострадает от них. «Когда они пришли к народу, то подошел к нему человек и, преклоняя при нем колени, сказал, Господи, помилуй сына моего. Он в Новолунии беснуется и тяжко страдает, ибо часто бросается в огонь и часто в воду. Я приводил его к ученикам твоим, и они не могли исцелить его». И Иисус же, отвечая, сказал, «О, род неверный и развращенный, доколе буду с вами, доколе буду терпеть вас, приведите его ко мне сюда». И запретил Бог ему Иисус и бес вышел из него и отрак исцелился в тот час. Род неверный и развращенный имеется в виду поколение современников Иисуса, и вот это беснование это результат каких-то грехов. Чем-то этот молодой человек подставился или, возможно, его семья, и это привело к беснованию. Правда, возможно, Иисус имеет в виду бесов, но это менее вероятно, но мы видим здесь, как Господь запретил бесу и отрак исцелился в тот час. Тогда ученики, приступив к Иисусу, наедине сказали, почему мы не могли изгнать его? Иисус сказал же им, «По неверию вашему, ибо истинно говорю вам, если вы будете иметь веру с горчичное зерно, и скажете Горесии, придите отсюда туда, и она перейдет, и ничего не будет невозможного для вас. Сей жирот изгоняется только молитвою и постом». Что такое вера? Это обращенность к Богу, потому что иногда нас говорят «вера в свои силы». Нет, конечно, вера в свои силы никаких бесов не изгоняет. Изгоняет именно вера в Бога, именно готовность полагаться на Него. И сирот изгоняется молитвою и постом. Молитва это как раз то, в чем выражается это упование на Бога. И пост тоже. То есть пост, он придает молитве такую сосредоточенность, когда человек себе отказывает в пище на какое-то время для того, чтобы сосредоточиться на молитве. Всякий раз, когда он испытывает такой приступ голода, он вспоминает время молиться, я должен молиться. И поэтому для того, чтобы изгонять бесов, нужно упование на Бога и нужна усердная молитва. во время пребывания в Галилее Иисус сказал им, сын человеческий предан будет в руки человеческие, убьют его и в третий день воскреснет. И они весьма опечалились. То есть Иисус настойчиво уже, неоднократно, постоянно говорит апостолам о том, что он будет распят, о том, что он будет убит. Это не соответствует ожиданиям людей, это не соответствует ожиданиям апостола в частности. Они думают, что он победит его царица, но он говорит о том, что он будет распят. Когда пришли они в Капернаум, то подошли к Петру собиратели Дидрахмы и сказали, учитель ваш не даст ли Дидрахмы? Ну, это подать на храм. Он говорит, да. И когда вошел он в дом, то Иисус, предупредив его, сказал, как тебе кажется, Симон, цари земные с кого берут пошлины или подати, сынов ли своих или с посторонних? Ну, то есть, предупредив, опередив, когда Петр хотел спросить, Петр уже, Иисус уже заранее стал ему отвечать. Цари земные с кого берут пошлины и подати, сынов ли своих или с посторонних? То есть, члены семьи царской, они, естественно, не подлежат налогообложению. Петр говорит ему с посторонних. Итак, Иисус сказал ему, и так сыны свободны. То есть, Иисус говорит о том, что он не должен платить полуэтнохране, не обязан, потому что это храм его отца. Но чтобы нам не соблазнить их, пойди на море, брось уду, и первую рыбу, которая попадется, возьми, и открыв у ней рот, найдешь сатир. Возьми его и отдай им за меня и за себя. Сатир — это монетка в четыре драхмы. Иисус говорит, чтобы нам не соблазнить их, чтобы не вызвать смуты, не вызвать мятежа, не устроить конфликта по незначащему поводу. Иди, брось уду. И произойдет чудо, поскольку в первой же рыбе, которую ты поймаешь, у нее будет монета. Иисус показывает это чудо, чтобы еще раз показать свою власть над всем, власть над всеми обстоятельствами. Что, когда он будет распят, это не будет крушение, это не будет катастрофа, это не будет какое-то разрушение его планов, напротив, это будет осуществление его планов. Он так замыслил. И здесь мы видим, как Господь, ближе и ближе, приближаясь к кресту, старается укрепить веру учеников и приготовить их к этому событию, которое, конечно, будет для них в высшей степени сокрушительным. Мы с вами прочитали 17-ю главу Евангелия от Матфея. Мы читаем Писание в рамках библейского портала Экзегет.ру. Субтитры подогнал «Симон»